Снежная морозная погода не помеха в соблюдении многолетних православных традиций. Во вторник, 25 января, в день памяти святой мученицы Татьяны в храме покровительницы всех студентов, что на 4-й станции Большого фонтана, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, прошла праздничная божественная литургия. Традиционно по инициативе почетного гражданина города Одесса инициатора строительства храма святой мученицы Татьяны Сергея Кивалова по окончанию богослужения всех ожидал праздничный благотворительный обед. Посетили богослужения и корреспонденты репортера. 25 января православная церковь чтит память святой мученицы Татьяны. Этот праздник глубоко почитают верующие. С самого утра в храме, который назван в честь покровительницы всех студентов, на 4-й станции Большого фонтана возле Национального университета Одесская юридическая академия собралось большое количество одесситов, которые пришли, чтобы вознести свои молитвы. Божественная литургия прошла по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Традиционно праздничную службу посетил и почетный гражданин города Одесса Сергей Кивалов. Традиционно уже стало, что на протяжении 16 лет митрополит Одесский-Измаильский приходит к нам на торжественную литургию в храм святой мученицы Татьяны. Сегодня исключения, сегодня митрополита нет, но он благословил. Я разговаривал с ним вчера, и он благословил эту торжественную литургию, благословил всех, кто сегодня принимает участие именно в этой праздничной литургии. Настоятель храма святой мученицы Татьяны, протеерий Евгений Гутьяр, напоминает, Татьянин день – это праздник всех студентов. Его отмечают уже два с половиной века. Святая мученица Татьяна считается покровительницей всех учащихся, которые в этот день молятся здесь об успешной сдаче сессии и освещают на удачу зачетные книжки. Сегодня мы собрались в этот прекрасный храм, который расположен на Большом фонтане, храм святой Татьяны, для того, чтобы почтить память этой святой мученицы. Потому что именно сегодня, 25 января, и совершается день, в который мы прославляем и вспоминаем подвиг веры этой святой мученицы. День праздничный, даже погода, она показывает, какой зимний праздник самый главный. Святая мученица Татьяна, она является покровительницей всех, тех людей, которые ищут доброго, светлого, святого, чистого. Ведь не даром она также является покровительницей и студентов. 16 лет назад в Одессе была построена первая студенческая церковь святой мученицы Татьяны. Благословил строительство митрополит Одесский и измаильский Агафангел. А освещали храм специально приехавший в наш город митрополит Киевский и всея Украины Владимир вместе с митрополитом Агафангелом. Инициатор строительства храма, почетный гражданин города Одесса Сергей Кивалов вспоминает, что строить церковь помогали и преподаватели, и студенты, и все неравнодушные одесситы. Храм святой Татьяны имеет уникальную архитектурную форму и неповторимую роспись. Неудивительно, что уже в первые годы храм обрел многочисленную паству, став своим для множества прихожан. Вы знаете, не случайно в Узовском городе, городе Одесса, мы построили вот такой храм, который вы видите. Он архитектурно отличается от всех. Он единственный храм студенческий в Украине. Но я подобного не видел, потому что мы его разрабатывали в свое время. Более 20 лет назад разрабатывали, чтобы это был современный храм, и в то же время были соблюдены все каноны православия. И у нас оно получилось. Я как сегодня помню, что мы приступили к строительству храма с благословением митрополита Одесского-Измаильского. Вот примерно в этом месте, где мы сейчас находимся, заложена капсула потомкам, которые через века будут знать, что из себя представляет этот храм, когда мы начали строить этот храм. Это история. Вы знаете, я очень рад, что мы смогли построить своими силами, своими руками построить это великолепное сооружение. Это памятник настоящей архитектуры. Будет он оценен через тысячу лет, он простоит, потому что здесь фундаментально все было сделано. Я помню, как мы открывали этот храм. Митрополит Киевский, всея Украины, Владимир, приехал сюда освящать. Здесь много было священников, тысячи людей. Вот вокруг места не было, чтобы встать. Люди приходили искренне, сорадовались именно этим. Мы открыли также в этот же день и источник святой воды. Традиционно в этот праздничный день в храм святой мученицы Татьяны со всего города съезжаются девушки и женщины, носящие это прекрасное имя Татьяна. Они приходят, чтобы причаститься и получить помощь Божию по молитвам своей небесной покровительницы. Во-первых, это день моего ангела, это день покровительницы моего имени. Для меня какой праздник. Во-вторых, я преподаватель, и для меня очень важно, что именно эта святая мученица покровительница студентства. Все и преподаватели, и студенты, они обращаются за помощью, за духовной помощью в своих делах, в учении, в трудах научных. И по себе точно знаю, что святая мученица Татьяна очень сильно помогает. Это мой ангел, ангел-хранитель, путеводитель мой по жизни. Конечно, для меня это очень большой праздник, потому что она всегда в душе у меня, я имя ее ношу. Очень благодарна нашим настоятелям, очень благодарна президенту Кивалову, благодарна. Я уже много лет в этом храме, и каждый праздник он нам всегда такой. Понимаете, дело же не в том, чтобы просто прийти и покушать, а само чувство праздника и торжества. Я уже много лет хожу в церковь. Спасибо Сергею Васильевичу за строительство такой церкви, которая была открыта в 2006 году. Как раз в этот год мой внук тоже пошел в школу. Я знаю, что она учредительница и защитница студентов. У меня внук студент, и мы празднуем, как говорится, у нас двойной праздник. Я Татьяна, а он студент. После божественной литургии прошел традиционный благотворительный обед. Из года в год на него приходят сотни одесситов, чтобы отметить праздник трапезой из угощений, приготовленных на полевой кухне. На всех хватит. Вот кто сегодня пришел, а сегодня почти 400 человек. Мы всех угощаем этой кашей. И вот смотрите, как колокола звенят. Вот сегодня это настоящий праздник. И делают это, знаете, студенты, делают это сотрудники, преподаватели нашего университета. Так что каша у нас хорошая. Будем сейчас всех угощать. По традиции, прежде чем приступить к праздничному обеду, состоялось освящение трапезы. В этот день двор храма всегда наполнен людьми, даже несмотря на погодные условия. Для большинства одесситов это уже добрая традиция. Прийти 25 января на службу в храм святой мученицы Татьяны и посетить праздничный благотворительный обед. Я хожу каждый год сюда, хоть я и не Татьяна, но для меня это какой-то, как, я не знаю, как традиция, какой-то как особенный праздник. И я знаю, что каждый год в 9 утра я буду здесь. И это как-то, ну, не знаю, какая-то как чистота, очищение. Я стою в храме, ем этот благородный обед, потому что он тоже священный, он много очень значит для людей. Пусть и официальный день студента 17 ноября, но при этом студенты Одесской юридической академии убеждены, что Татьянин день тоже их праздник, ведь святая мученица – покровительница всех студентов. Ни для кого не это секрет, что первый студенческий храм был открыт у нас в Одессе благодаря Национальному университету Одесской юридической академии. Благодаря Кивалову Сергею Васильевичу. Это храм святой мученицы Татьяны. Этот праздник для нас всех по-особенному важен. Благотворительные акции – важная часть студенческой жизни. Студенты юракадемии занимаются этим с первых курсов обучения. И в День святой Татьяны молодежь с радостью помогает организовывать для прихожан трапезу прямо под открытым небом во дворе храма. Качество приготовления самое главное, а секрет этого качества заключается в том, что мы делаем это с любовью. И готовим с любовью саму пищу. И вот во дворе сегодня с утра очистили снег, потому что погода уже такая, что больше 20 сантиметров снега намело. И мы вот сегодня почистили, чтобы здесь было комфортно, можно было пройти, чтобы можно было покушать, чтобы можно было с собой взять. Это правда хорошая, добрая традиция, которая идет из стен Национального университета Одесской юридической академии и из храма святой мученицы Татьяны. Зачастую на этот благотворительный обед приходят пенсионеры и малообеспеченные люди. И подобные инициативы находят благодарный отзыв и отклик у граждан. Наша пенсия не соответствует действительности. Я имею ввиду тарифы коммунальные, продукты питания и лекарства. Старый пожилой человек, вы посмотрите, очередь вся из пенсионеров. Пожилые люди это кто? Это больные, хронические люди. У них вся пенсия уходит на лекарства, по большому счету. А за что жить? Поэтому и обед этот кстати. Я смотрю люди очень довольны, потому что у нас люди очень малообеспеченные. И у нас как бы жизнь, но я смотрю на люди радостные и довольные. И вообще спасибо большое. Шикарный, вкуснейший. Мы каждый год ходим и прямо рады очень. Не все нам говорят, что вы ходите. А вот такую сказку, это что здесь? В своем поздравлении почетный гражданин города Одесса, президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов пожелал землякам, чтобы в их поступках всегда было место доброте, теплу и заботе по отношению к ближнему. День Святой Татьяны – еще один прекрасный повод напомнить о самых простых, но таких важных в наше непростое время человеческих качествах. Я сегодня искренне хочу поздравить всех женщин, которые носят это прекрасное имя Татьяна с именинами, с их Днем Ангела. Я хочу поздравить всех студентов, всех учащихся, всех преподавателей, сотрудников высших учебных заведений, средних учебных заведений с нашим праздником, День Святой Мученицы Татьяны. Я хочу, чтобы в каждом доме, в каждой семье был мир, благополучие, спокойствие и пусть нас хранит Господь. С праздником вас, дорогие друзья!